МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 3 июля. В студии работает Андрей Тен. Итак, коротко о главных событиях. Президент за то, чтобы все оставались в Казахстане, жили, работали и развивались. Об этом он высказался на открытии аллеи и монумента Казак-Ялене Меналгес. Врачи запретили пользоваться родником на улице Ужгородская. Последние анализы выявили в воде за предельные дозы нитратов. Однако горожане считают, что кто-то намерен забрать у них бесплатную воду. Победителем турнира «Казахстан-Барысы-2018» стал карагандинец Ержан Шинкеев. В финальной схватке наш земляк одолел своего противника из восточного Казахстана. И теперь подробнее об этих и других событиях. Карагандинская область подарила Астане новую аллею и монумент Казах-Ялене Меналгес. В торжественной церемонии открытия аллеи приняли участие президент Нурсултан Назарбаев и Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Молодая женщина-казашка прижимает к себе трех детей. Двух мальчиков кавказской и корейской национальности и девочку-славянку. 14-метровая бронзовая скульптурная композиция символизирует милосердие казахского народа, приютившего представителей многих национальностей, сосланных в Казахстан в годы репрессий. Величественный и впечатляющий монумент Казах-Ялене Меналгес – главный элемент аллеи, подаренной Астане Карагандинской областью в честь 20-летия столицы. Осмотрев новую аллею на левобережье Астаны, глава государства побеседовал с представителями этнокультурных объединений Карагандинской области. Нурсултан Назарбаев отметил важность сохранения в памяти народа воспоминаний о трудных страницах в истории Казахстана. Глава государства подчеркнул особую значимость единства народа в деле дальнейшего продвижения страны. Нурсултан Назарбаев отметил, что Астана строится всем Казахстаном. Именно поэтому юбилей столицы отмечается так широко. Карагандинская область является не только индустриальным центром Казахстана. В годы репрессий сюда ссылали политзаключенных, в степи Сарарки высылали целые народы. В сложные годы репрессии этот монумент показывает, как казахский народ, казахи делили кровом с другими нациями, которые попали в сложную ситуацию. И мы это сегодня хотели показать, чтобы также молодежь, они знали эту историю, такую сложную часть нашего народа. И в то же время ценили то, что мы на сегодня имеем благодаря нашему главу государства. И то, что мы на сегодня живем в такой мирной земле, мирной стране. Также Карагандинская область является одним из самых многонациональных регионов страны. Нам, потомкам, нужно всегда помнить, что Великая Казахская степь породнила представителей разных национальностей. И пускай мы сегодня живем в разных уголках света, мы знаем, что благодарность Казахстану и казахскому народу передается через время, передается через расстояние на многие поколения. И нам сейчас, мы единственное государство, где у нас нету войн, мы живем толерантно. Это все происходит благодаря тому мудрой и взвешенной политике нашего Ельбасы. Кстати, Ельбасы сегодня тоже приезжал на открытие этого памятника и остался очень доволен. Авторами монумента являются архитектор Самат Рустамбеков и скульптор Ринат Абенов. Конкурс на лучший эскиз монумента объявили два года назад. В нем участвовали 30 человек. Работа над эскизом заняла около шести месяцев. Если говорить о скульптуре с постамент, то ее высота около 14 метров. Вот, говоря, скульптура – это четыре натуры, то есть четыре человеческих роста. То есть масштаб скульптуры подобран, исходя из той среды, в которой она стоит, чтобы он хорошо воспринимался с основных визуальных точек наблюдения. Монумент Казах-Еленэ Мэн-Алгыс является главным элементом аллеи Улытау. Аллея представляет собой музей под открытым небом, где можно увидеть копии главных достопримечательностей священного места Сараарки. Здесь установлена копия каменного письма Тимура. Эта плита с высеченной надписью была воздвигнута в 1391 году во время знаменитого похода Тамерлана на Золотую Орду. Оригинал ее хранится в Эрмитаже. На аллее Улытау можно увидеть также петроглифы Теректы Аулие и Байконера. Гравюры на камнях отражают историю степи во всем ее многообразии и полноте. А печь образца Милы Кудык, которая хранится в Музее истории горного и плавильного дела поселка Жезды, является самой древней в окрестностях Центрального Казахстана. На аллее установлены таблички с QR-кодами, считав которые с помощью смартфона можно получить полную информацию. Название аллеи высечено на камне Жадиид, который в глубокой древности считали священным. Он похож на нефрит, однако встречается реже и ценится выше. Андрей Тензо, Сулам Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. И к другим новостям. Санитарные врачи запретили пользоваться родником на улице Ужгородская. Последние анализы выявили в воде за предельные дозы нитратов. Однако горожане считают, что кто-то хочет попросту выкупить эту территорию и наладить выпуск бутилированной воды. Что, нормальная вода? Вода как вода? Что, каранцуга я не доверяю. Хлорка там. На протяжении вот уже 10 лет жители 18 микрорайона Майкудука пользуются природным родником. По словам горожан, вода здесь чистая, свежая. Не в пример водопроводной. Но не так давно стало известно, что в родниковой воде выявлено превышение дозы нитратов. Это показали последние анализы. Сейчас пить нельзя, потому что предельно допустимая концентрация 45 миллиграмм на литр. В июне месяце мы дважды отбирали эту воду. 62 миллиграмма на литр. Концентрация нитратов. Это нежелательная концентрация. Она, конечно, окажет отрицательное влияние на организм человека. Это нужно учитывать. Специалисты также отмечают, что количество нитратов в этой скважине повышается в весенне-летний период. В компании Караганды Су заявляют, что ухудшение качества воды связано с обильными дождями, которые смывали нитратные удобрения с огородов частного сектора. Мы связываем это с тем, что проливные дожди, когда удобрения, тут рядом частный сектор, все это впитывается в воду и, соответственно, все это в воде оседает в виде нитратов. А также близость частного сектора, возможно, септики, которые устроены неправильно. И вот эти стоки, которые за неправильных септиков, они тоже всасываются в эту воду. Однако горожане не верят никому. Ни коммунальщикам, ни санитарным врачам. Это какой-то козел выкупить ее хочет просто и поставить здесь завод какой-нибудь. Потому что здесь вообще, по-моему, самая лучшая вода. Лучше, чем на Востоке-3 или на Каменном карьере. Как вас? Сюда люди приезжают с города, с Пришахтинска за водой. А чтобы объявление, что называется, не мозолило глаза, его попросту сорвали. И все же стоит помнить, что большое количество нитратов организма могут вызвать ряд опасных заболеваний, особенно у детей. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 43-летний мужчина задержан в Каркаралинском районе за незаконную охоту на лося. Его задержали сотрудники природоохранной полиции районного ОВД при проведении рейдовых мероприятий. Задержанный дал признательные показания. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье Уголовного кодекса «Незаконная охота». Проводится доследственная проверка. Назначены соответствующие экспертизы. Продолжаем выпуск. Юбилей Астаны – праздник для всех. Празднование 20-летия столицы для своих подопечных организовало отделение социальной помощи на дому района имени Казбекби. В библиотеке имени Абая для них провели благотворительную акцию. Мероприятие в областной детской библиотеке имени Абая приурочили к 20-летию Астаны. Сегодня библиотеку посетили особенные гости. Это люди с ограниченными возможностями, которые получают социальную помощь на дому. В ходе мероприятия им рассказали об истории становления суверенного Казахстана, о ее светлых и темных страницах, а также о том, какую роль сыграла наша столица в формировании имиджа современного Казахстана. Сотрудники библиотеки уверены, что подобные мероприятия развивают в людях любовь к родине. И вот на такие масштабные, плановые государственные мероприятия мы стараемся приглашать детей для того, чтобы они не были ущемлены в отношении гибких детей, которые приходят в нашу библиотеку. Чтобы они знали, что есть такие места, где их могут встретить, где могут рассказать много нового, важного, полезного, интересного. И подобное мероприятие, оно прежде всего воспитывает в детях, подростках и вообще подрастающем поколении нашего интересного государства, принципы толерантности, патриотизма, гуманизма и любви к отечеству. Посетители библиотеки отметили, что они провели время с пользой. О своем отношении к подобным мероприятиям рассказала Жагена Вайгуэс. 45-летняя карагандинка не раз бывала в Астане и считает этот город символом независимого Казахстана. Айгуэс, являющаяся частой гостью столицы, была свидетельницей того, как менялась и расцветала Астана два десятилетия. Ну, хорошее влияние, хорошо. Мне очень нравится там город. Красивый город очень, мне понравилось. До 20 лет это уже. Я раньше приезжала, когда детство было, другое было. А сейчас смотрю, вообще столица еще улучшение идет. Красивый становится столица. Мне очень нравится Астана. В ходе мероприятия гости отвечали на вопросы викторины, смотрели интересные ролики про Казахстан и Астану, а также наслаждались музыкальными номерами. На каждое время, проведенное в библиотеке, оказало положительное воздействие. Специалисты отдела социальной помощи на дому Казбекбийского района подчеркнули, что это не первое и не последнее мероприятие, организованное в преддверии 20-летнего юбилея Астаны. Карагандинцев с повышенными потребностями ждет череда мероприятий самого разного формата. «Я строю этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне». Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде провели мастер-класс по лечению деформации стоп у детей. Эффективность метода панцетти продемонстрировали врачи из России. Для участия в мастер-классе приехали специалисты из Тараза, Семея, Астаны и других городов Казахстана. За два дня российские гости приняли около 20 детей. Косолапость у детей встречается относительно часто. Два случая на тысячу. В настоящее время наиболее действенным методом борьбы с ней является метод панцетти. Это техника гипсования, разработанная американским врачом Игнацио Панцетти еще в 50-е годы прошлого столетия. Один из специалистов, широко практикующих данный метод, детский ортопед-равматолог Вавилов Максим Александрович. Сегодня ярославский доктор делится своими знаниями в этой сфере с казахстанскими врачами. Если следовать технике панцетти, то 98% стоп исправляются за два месяца и не требуют никакой длительной коррекции, больших хирургических вмешательств, ношения ортопедической обуви. И принципиально эти дети после лечения с тяжелейшими стопами отличаются от здоровых детей. На мастер-класс приехали специалисты из разных уголков Казахстана. В клинике имени Макожанова они получили возможность наблюдать за работой своих более опытных зарубежных коллег. Всем, кому была интересна вот эта методика и у кого есть какие-то вопросы, это мастер-класс для продвинутых специалистов. То есть это не базовые курсы, а вот именно уже такие более серьезные, углубленные, где они могут задать вопросы, потому что каждый специалист сталкивается с какими-то проблемами в момент лечения. В течение двухдневного мастер-класса в Караганде специалисты из России оказали помощь около двум десяткам маленьких пациентов с различными деформациями стоп. Они провели консультации и сеансы гифсования. Родители малышей отметили, что приглашенные врачи произвели на них самое лучшее впечатление. Мне очень понравился мастер-класс. Доктора произвели очень хорошее впечатление, очень хорошие доктора. Они молодцы, очень все хорошо сделали, хорошие гипсы. То есть к таким докторам хочется приходить все больше и больше, ну как бы им доверяешься. В клинике имени Макожанова отметили, что этот мастер-класс не первый и не последний. Здесь всегда рады приезду квалифицированных специалистов, которые готовы поделиться своими опытом и знаниями с казахстанскими коллегами. Товжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Победителем турнира «Казахстан-Борысы-2018» стал карагандинец Ержан Шинкеев. В финальной схватке наш земляк одолел своего соперника из Восточного Казахстана и получил главный приз – 25 миллионов тенге. Из Астаны Палуан вернулся с золотым чемпионским поясом и трофеем. Своими эмоциями после грандиозной победы Ержан Шинкеев поделился с журналистами. Впервые за всю историю республиканского турнира по национальной борьбе обладателем чемпионского пояса стал уроженец Карагандинской области. Для Ержана Шинкеева эта победа долгожданная. До этого дня самым высоким достижением спортсмена в данном турнире был серебряный пояс, который он завоевал в 2013 году, уступив своему противнику из Восточно-Казахстанской области. В этот раз в финальной схватке карагандинец одолел своего соперника Яросела Кожибаева и забрал главный приз соревнований – 25 миллионов тенге. 33-летний экс-дюдаист поведал нам о первых эмоциях после победы на Баррес-арене. В зале царила особая атмосфера. Когда все выкрикивали мое имя, я не мог понять, сон это или явь. Разумеется, я очень обрадовался. До турнира я волновался, но позже преодолел свое волнение. Меня поддерживали мои друзья. Они приехали в Астану, были рядом в такой ответственный момент. Я им очень благодарен. На турнирной таблице вслед за нашим земляком расположились борцы из Восточно-Казахстанской области – Яросел Кожибаев и Айбек Нугумаров. Они были награждены денежными призами, а также серебряным и бронзовым поясами. На пьедестал почета каждый из призеров зашел со своим тренером. Те, в свою очередь, за успехи подопечных получили щедрое денежное вознаграждение. Тренер Ержана Шинкеева Диханбай Биткозов удостоился 3,5 миллионов тенге. Тренер новоиспеченного чемпиона рассказал о том, что привело Ержана к победе. Вы знаете, что Ержан занимался дзюдо. Каждый раз, выступая на Казахстан-Барасе, он использовал тактики дзюдо и тактики борьбы. Думаю, именно по этой причине ранее ему не удавалось победить. В этот раз Ержан сказал мне, что забудет про дзюдо и посвятит все свои силы, чтобы показать хороший поединок, используя только приемы борьбы. И это сработало. Ему помогли Всевышний, удача и, конечно же, хорошая подготовка. Для нашей области это большое достижение. Напомним, турнир «Казахстан-Барасе» проводится восьмой раз. В текущем году за чемпионский пояс и главный приз в 25 миллионов тенге боролись 37 борцов со всего Казахстана. Примечательно, что больше всего побед в этом турнире принадлежит Джамбулской области. Вслед за ней с двумя победами идет Восточно-Казахстанская область. Для нашего региона «Триумф» Ержана Шинкеева стал первым. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин